ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропала после встречи с бывшим мужем-полицейским. Она была в этом гараже с мужем. И в последний раз он ее видел. Тело Челябинки нашли в районе села Мяска. Подозреваемые экс-возлюбленные. Почему следы ведут именно к нему? В специальном репортаже Елизаветы Болдыревой. И начну выпуск с мужчины, которого обвиняют в сексуальном насилии, покушении на изнасилование и грабеже. По версии следствия, он пьяный гулял по парку на ЧМЗ и пытался изнасиловать проходящую мимо женщину. Но ему помешали очевидцы. Подозреваемого задержали и отправили под стражу. После генетической экспертизы было установлено, что он причастен к еще одному преступлению. Опять же, по версии следствия, в августе прошлого года в лесопарковой зоне рядом с заводом управления ЧМК мужчина изнасиловал женщину и ограбил ее. Долгое время это преступление не могли раскрыть, так как пострадавшая не видела лица преступника. Сейчас расследование дела завершено и направлено в суд. По данным одного из интернет-изданий, обвиняемый женат и у него есть дети. На этой неделе срок получила Челябинка, которая пыталась продать невинность несовершеннолетней девочке. К слову, девочка – это дочка ее подруги. Женщин в январе задержали оперативники при получении денег. Это блондинка-мать 13-летней девочки, а это ее подруга-подинница. По версии следствия, женщины привезли ребенка в Москву в начале января, хотели продать ее невинность за полтора миллиона рублей. Сделка должна была состояться в одном из ресторанов столицы страны, но под видом покупателя пришел оперативник и задержал женщин с поличным. Челябинка отправили под стражу. Дело матери ребенка выделено в отдельное производство. А вот в суде решилась судьба ее подруги. Ее отправили за решетку на 3,5 года. Отмечу, что после инцидента школьница попала в больницу, после ее взяли под опеку родственники. Отец лишен родительских прав. Предварительно мать ребенка, она же подсудимая, официально нигде не работала. Она жизнь зарабатывала, якобы торгуя своим телом. Со слов знакомых, создавала впечатление обеспеченной, следила за внешностью и посещала светские мероприятия. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Особо опасного преступника разыскивает Интерпол. Уроженца Челябинска Александра Мухамедьянова обвиняют в грабеже в крупном размере в составе группы лиц, а также в создании преступной группировки. Из примет на сайте международной организации указаны лишь темные волосы и возраст 49 лет. Каких-либо подробностей о преступлениях там нет. Если вы знаете этого мужчину или видели его на улице, позвоните в полицию. На этой неделе Магнитогорск потрясло убийство модели. Женщина приехала в родной город из США проведать родственников и продать автомобиль. Появился и потенциальный покупатель, который предложил проверить состояние авто в гараже, где есть подъемник. Она согласилась. В итоге удар молотком. Тело участницы многочисленных конкурсов красоты нашли в лесу в Кизейском районе. Судья предполагаемой убийцы рассказал, что пошел на отчаянный шаг из-за многочисленных кредитов. Подробности в эксклюзивном репортаже Елизаветы Болдыревой. Обычная белая футболка и рваные джинсовые шорты. Вот так выглядят подозреваемые в убийстве магнитогорской красавицы. Мужчина пытается спрятаться от камер за козырьком кепки. Меру пресечения слушает в наручниках и в сопровождении полицейских. По мнению следователя, будучи на свободе, молодой человек может скрыться от следствия или воспрепятствовать ему. Этого мужчину обвиняют в убийстве 29-летней женщины. Известно, что последний год погибшая жила в США и на родину в Магнитогорск. Приехала вместе с двухлетним сыном, чтобы увидеться с близкими и решить некоторые дела. В том числе продать автомобиль. На сделку отправилась одна. Пригнала авто в гараж потенциального покупателя. По версии следствия, это и был убийца. Мужчина якобы ударил автоледи молотком, от чего та скончалась, а затем вывез тело в лесополосу Кизильского района. Вину подозреваемый признал полностью. Следователю рассказал, что просто хотел погасить кредит. Видимо, намеревался продать автомобиль погибшей на запчасти. По расследованию этого преступления предстоит большая работа. Не исключено, что подозреваемому предъявят и другие обвинения. Будет добываться доказательства, подтверждающие виновность могилянцев в совершении указанного преступления. Будет работа вести следственными органами. Допрошены свидетели обвинения. И исследованы. Будут добываться, будут осматриваться место происшествия. За убийство подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Погибшая занимала активную жизненную позицию. Даже участвовала в конкурсах красоты. В том числе в 2016 году блистала на конкурсе «Мисс Россия и мира». Сегодня женщину похоронили в Магнитогорске. У нее остался двухлетний сын. Елизавета Болдырева, ОТВ. И еще об убийствах. Пропавшая после встречи с бывшим мужем полицейским Челябинка найдена мертвой. Ее тело нашли в районе Сломяцкое. По предварительным данным, на это место указал именно бывший возлюбленный. Следователи считают, что именно он и совершил преступление. Так ли это выяснил наш корреспондент. Девушку разыскивали по всей Челябинской области. Родная сестра, не выпуская телефон из рук, каждый час набирала номер пропавшей. Я не верю, что она могла уйти и просто исчезнуть как-то. Неизвестно. Такого никогда не было. Женщина пропала месяц назад. Последний раз ее видели среди этих гаражей в Металлургическом районе. Сюда она приезжала вместе со своим бывшим мужем, чтобы забрать вещи, но домой так и не вернулась. После родственникам пришла странная СМС-ка. Я поехала в Крым отдыхать. Вы меня не теряйте. Славяну об этом не говорите. Это то есть Славян, это муж Вячеслав. Предполагаемого убийцу уже задержали. По словам родственников погибшей, им оказался как раз таки бывший муж. Он якобы сам пришел в участок и рассказал о содеянном. Мужчина оказался полицейским и во внутренних органах пообещали его уволить. По версии следствия, убийство экс-супруг совершил в гаражном кооперативе, а тело закопал недалеко от села Мяское. Мужчине уже избрали меру пресечения. Его отправили под стражу. По статье убийства подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. По словам родственников, погибшая была очень хорошим человеком. Она хорошая, очень умная и очень красивая. Вообще моя молодчина. Она сразу же, как закончила школу, пошла работать. Не болталась, нигде не терялась. И вообще она такая вежливая. И доверчивая. Женщина работала на обувной фабрике. Там она была на хорошем счету. За все время работы никаких должностных нарушений не наблюдалось с ее стороны. С стороны работодателя к ней претензий, в общем-то, тоже никаких никогда не было. Ни в прогулах, ни в каких-то других нарушениях замечено не было. Добавлю, у погибшей осталась 13-летняя дочь. Последний месяц девочка жила с бабушкой. Пока смерть матери от нее стараются скрыть. Егор Хвисюк, Елизавета Болдырева, Ольга Гаврилюк, Евгений Чекалов, Андрей Дьячков, ОТВ. Родители девочки, которую покусал Алабай, получат компенсацию. В суд на владельцев собаки подали их к соседям. Конфликт прост. У одних есть пес, который выходит на улицу через дырку в заборе. У вторых ребенок, которого она покусала. И теперь дочка, по словам родителей, практически не разговаривает и боится выходить на улицу. В суде встретились хозяин собаки и мама пострадавшей девочки. Сама школьница осталась дома. По словам матери, несмотря на то, что с момента ЧП прошло около года, девочка до сих пор боится выходить на улицу и подходить к животным. После укуса собаке стало хуже разговаривать и не может шевелить большим пальцем левой руки. А ведь девочка левша. У ребенка изменений нету по здоровью. Состояние здоровья, изменений у нас так и нету. Не совсем понятно, после чего нету? Ну вот после, допустим, уже как бы период времени прошел, как бы такой большой вид, да? После укуса собаки? Да, улучшений нет. Напомню, когда девочка возвращалась домой из школы, проходила мимо забора, за которым сидела Алабай. В этот момент собака выскочила через дыру и набросилась на школьницу. Теперь мама пострадавшей требует у хозяев собаки компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей. Все с иском согласны, но только частично. Вместо 500 предлагают 30 тысяч. А вот какое решение вынесут. Исковые требования Быковской Натальи Ивановны, действующие в интересах несовершеннолетней Максимовой Елены Викторовны, удовлетворить частично. Взыскать с Федуловой Сергея Валерьевича пользу Быковской Натальи Ивановны, действующей в интересах несовершеннолетней Максимовой Елены Викторовны, компенсацию морального вреда в сумме 80 тысяч рублей. Это решение еще можно обжаловать в областном суде. Потянула нас сладенькое. Житель мяса решил ограбить кофейню в торговом комплексе. Баночку с зефиром стащил буквально за секунду. Бориста в это время отвлекся. Вот тот самый молодой человек заходит в торговый центр, гуляет по фойе, пританцовывает, подходит к банкомату и общается с мужчиной в синей футболке. Это, видимо, его товарищ. Оглядывается на кофейню рядом, подходит к ней и, оглядевшись, резко хватает с витрины баночку с зефиром. Уходит. Как нам удалось выяснить, обращаться в полицию владельцы кофейни не стали. Видимо, подсчитали, что ущерб воришка нанес незначительный. Многодетная мать из Златоуста попала на скамью подсудимых. Ее обвиняют в употреблении и хранении наркотиков. Известно, что во время судебных разбирательств мать двоих детей находилась в положении. Вот та самая 29-летняя женщина сидит на скамье подсудимых. По данным следствия, она собирала запрещенные вещества, в частности, коноплю, и хранила ее в квартире, употребляла. А вообще, когда сливали коноплю, знали, как она выглядит? Да, я знала. Что не вон чай, а вон чай? Я знала. Вы понимаете, иногда она говорит, а мы не знали. А это вышли, а в преступлении. При этом женщина восстытывает двоих детей. Да и сейчас она в положении. Молодая мать активно помогала следствию. Это помогло сократить срок. Отягчающих обстоятельств судья не нашел. В качестве обстоятельства, смягчающих, прошу учесть, что подсудимая вину призналась, эльям раскаивается. Активно способствовала раскрытию расследованию преступления. На иждивение у нее имеются малолетние дети. Сейчас она находится в состоянии беременности. В целом, по исследованному материалу нужно судить, что характеристики у него положительные. Самый подсудимый приговор явно не страшен, каким бы он ни был. Что вынесет, то вынесет. Хоть штраф, хоть год ушло. Если ходить, я отмечаться буду. В итоге женщину приговорили к штрафу 6 тысяч рублей. Переходим к новостям дорожным. На трассе М5 автолюбитель на легковушке сбил лося, а после попал под фуру. Водитель и животное погибли. Тем временем в Челябинске разыскивают водителя Калины, который скрылся с места ДТП. Обо всем по порядку наш корреспондент расскажет. Это авария на трассе под Миасом. По данным спасателей, Hyundai сбил лося, перебегавшего дорогу. После этого легковушку якобы отбросило в КамАЗ. Известно, что водитель иномарки скончался на месте ДТП. Мы по прибытию деблокировали водителя при помощи гидроинструмента, а передали сотрудникам полиции. Еще двое пассажиров Hyundai получили серьезные травмы. Их забрали на скорой. Один из пациентов находится в настоящее время на лечении в ревенционном отделении в связи с тяжелой черепно-мозговой травмой. Менее тяжелый пациент находится на лечении в травматологическом отделении. У обоих пациентов тяжелая скелетная черепно-мозговая травма. Добавлю, спасти лося не удалось. Животное умерло на месте аварии. В центре Челябинска столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Лада вылетела с проезжей части и протаранила стену дома. А как он ехал? По Ленина. А тот, получается, как по Пушкину ехал? Нет, по Ленина. Хотел налево повернуть. Оба водителя пострадали. Владельца Лады забрали на скорой, а водитель Субару, по словам его товарищей, получил травмы головы и ноги. Тем временем в Челябинске разыскивают водителя Лады Калины. По словам пользователей сети, накануне он спровоцировал аварию на улице Героев Тонкограда и скрылся. Якобы не уступил дороге Ладе Приори. Отчего та протаранила УАЗ. Если вы стали очевидцем или у вас есть видео этого ДТП, обратитесь по ссылке, которая сейчас на экране. Фельдшера, который более получаса боролся за жизнь пострадавшего в Сосновском районе, наградят. Об этом сообщили в Минздраве. Полодого человека отметят за четкие действия неравнодушие и отличную работу. Напомню, происшествие случилось накануне. На трассе не разъехали жигули и больший груз. Водитель легковушки скончался на месте. Известно, что автомобилист вылетел навстречу. Полина Кирсанова, ОТВ. В сквере на ЧМЗ пропал Ленин. Портрет вождя мирового пролетариата украшал большую цветочную клумбу возле бассейна «Строитель». Не то, что она осиротела, заявили местные жители. Вот что они пишут в интернете. Сделали для людей. Нет же, нужно что-то снять, стырить. Лезут вечно в эту клумбу фотографироваться. Ходят цветы мнут. Ну что за люди? Вчера там шла в 22.30. Очень удивилась в такой красоте. Какая клумба. Это шедевр просто. Ленина я там не видела уже. Наверное, ушел. Поздно уже было. Пакость. Она сам где-то красиво. Просто сделали люди вообще красиво. У меня шоу-то, что воспоминания старых лет. Еще вот здесь карточка была. Но я вот все любовалась. И меня очень благодарила Господу Богу. Интернет-пользователи высказывают несколько версий, что портрет могли украсть школьники ради забавы или вандалы. Но все сошлись во мнении, что Ленина на клумбу необходимо вернуть. Местные администрации пояснили, что клумбу осенью планировали выставлять на конкурс. Так как у нас в этом году 100-летие комсомола и год волонтерского движения, значит, была выбрана именно тематика, посвященная, ну, двум этим событиям. Значит, к сожалению, здесь вот у нас был значок, комсомольский макет, который украшал эту клумбу. Ну, и получилось так, что, видно, кто-то его украл. На сегодняшний день мы, конечно, озаботились этим делом и заказали запасной, чтобы ее восстановить. Значит, конкурс будет у нас проводиться в августе месяце, поэтому мы до конца июля хотим восстановить это все. На этом у меня все. Помните, таким мир мы делаем сами. Увидимся с вами завтра в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин